На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Профилактический рейд провели на станции Расторгуево. Здесь поезд сбил насмерть 65-летнего мужчину. В Жидневно это происходит, ладует, прыгает. В Видном начались работы по реконструкции Расторгуевского тоннеля. Поменяли уже на текущий момент дорожное полотно внутри тоннелей. Учитель начальных классов Винновской школы номер 10 Елена Коцафана стала победителем муниципального конкурса «Педагог-наставник». Мы поняли, что мы готовы попробовать участвовать в таком конкурсе, как «Педагог-наставник». На станции Расторгуево поезд сбил насмерть 65-летнего мужчину, который переходил через железнодорожные пути в неположенном месте. К сожалению, такие случаи не редкость. Для предотвращения подобных трагедий на станциях регулярно проводятся профилактические рейды, в один из которых отправилась и наша съемочная группа. Железная дорога – территория повышенной опасности. Так говорят нам еще за школьной скамьи. Тем не менее, из раза в раз находятся те, кто перебегает железнодорожные пути в неположенном месте, рискуя своей жизнью. Так, 24 сентября на путях железнодорожной станции Расторгуево возле платформы номер 2 поезд насмерть сбил 65-летнего мужчину. Мужчина, 56-го года рождения, залезал здесь на платформу, не справился и его задавил поездом. Мы по этому поводу здесь и сегодня собрались, чтобы провести рейд, посмотреть, все лишь в порядке с инфраструктурой. С инфраструктурой на станции Расторгуево все в порядке. Только вот нарушителей, увы, меньше не становится. Ежедневно это происходит. Лазают, прыгают. Ну, в целях, не знаю, экономии, наверное, времени, либо средств. 10 минут может стоить им жизни. Либо 50 рублей, сколько там, или 30 рублей стоит проезд, тоже может стоить им жизни. Что не стоит рисковать. Только за время проведения профилактического рейда, организованного силами администрации муниципалитета, административно-пассажирской инспекции, министерства транспорта Московской области и полиции, мы насчитали троих таких антигероев. А вы кирпичик кладете, чтобы удобнее забираться было? Мужчина! Сергей, например, провожал на электричку девушку и совсем не собирался становиться героем нашего сюжета. Смотрел направо-налево. Ну, то есть вы были уверены сто процентов? А часто так делаете? Нет. Только когда девушку провожаете? Ну, когда выходные выпадают. С ним, как и с другими нарушителями, сотрудники назорных органов провели профилактическую беседу. Вы часто проводите? Достаточно часто. Помогают, на ваш взгляд? Или все-таки они датят? Помогают в том случае, наверное. Ну, в основном, конечно, помогают, но, как говорится, свою голову всем не представишь. Поэтому надеюсь, что поможет и впредь совершать не будет правонарушения. Большинство опрошенных нами пассажиров уверенно заявили, нарушителей осуждают и сами никогда не перебегают через ЖД-пути. А бывший следователь транспортной прокуратуры Антон, который также на платформе ожидал свою электричку, пояснил, почему. Идет встречный поезд, и человек смотрит вперед, он полагает, что он его слышит. А поезд идет сзади, он его не видит. И вот это самый опасный момент, еще опасный момент, так называемый выступающей частью поезда. То есть рейс вот он такой, а есть еще выступающая часть. И очень часто человек погибает, когда его именно выступающей частью просто сбивает. Конечно, нарушать или не нарушать – это личный выбор каждого из нас. Но подумайте, стоит ли рисковать своей жизнью ради сэкономленных времени и денег. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. 1 октября стартовала очередная осенняя призывная кампания. Она продлится до конца года. Юноши из Ленинского округа уже получили повестки и пришли в военкомат, чтобы пройти комиссию. Подробности в репортаже Юлия Погосян. Первое заседание призывной комиссии для новобранцев из Ленинского городского округа состоялось 5 октября. В осенний призыв к службе в армии планируется привлечь не менее 105 ребят. По опытам муниципалитету удается превысить эту цифру. Понятие «уклонист» сейчас становится неактуальным. От армии ожидаю стать мужчиной, созреть еще, стать самостоятельным. Новые знакомые, новые друзья. Опыт жизненный, так скажем, который, я надеюсь, конечно же, что он мне как-нибудь поможет. Те молодые люди из нашего муниципалитета, которые в этом году получили повестки, в назначенный день проходят комиссию. Ребята осматривают врачи, дают заключение. Примечательно, что за последние годы здоровье призывников заметно улучшилось. Здоровее стали, интереснее, ярче. Ну и как доктор могу сказать, что по моей профессии таких хронических, запущенных практически нет. Работают с ними поликлиника, узкие специалисты. И мы пожинаем их хорошие плоды, можно сказать. Ребята, призванные из нашего муниципалитета, службу проходят во всех видах и родах войск западного округа. В том числе и в президентском полку. В этом году такая честь выпала четверым молодым людям. Также продолжаем мы работу по набору граждан на военную службу по контракту. Еще ведем набор граждан, от служивших в армии, от рядового до офицера. То есть офицера в том числе в резервисты. Министерство обороны заключает с ними договор, то есть контракт на три года. Они сохраняют свое место, где они работают. То есть там получают заработную плату. Период нахождения на сборах и на занятиях им возмещает государство. То есть Министерство обороны денежного компенсации, то есть дополнительный заработок. По завершению медицинского обследования для ребят наступает ответственный момент. Представление членам призывной комиссии, которые принимают окончательное решение. В первый день осеннего набора в армию в ее составе находился глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Товарищ председатель призывной комиссии, призывник Андрей Аганин Александрович на комиссию прибыл. Призван годным военным службом без ограничения категории годности А. Молодые люди, которые сегодня получили повестки, служить Родине и отправятся 20 октября. Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В Видном начались работы по реконструкции Расторгуевского тоннеля. Главные транспортные ворота города были открыты в ноябре 1995 года. Строительство сооружения проводилось по технологии, которая используется при возведении столичного метро. Капитальный ремонт внутри сооружения был произведен в 2013-м, но фасад за все время существования не обновлялся. В этом году сотрудники МБУ Дорсервис приведут в порядок облик Расторгуевского тоннеля. Поменяли уже на текущий момент дорожное полотно внутри тоннелей. Мы делаем полностью фасад с двух сторон, меняем его. Также будет выполнена подсветка архитектуры. И мы планируем провести работы некоторые ремонтные внутри самого тоннеля, для того, чтобы обновить краску и обновить, естественно, освещение. Ежедневно тоннелям, расположенным под железной дорогой Павелецкого направления, пользуются тысячи автомобилистов. Есть сложности с тем, что придется перекрывать движение, правда, в ночное время по одному из тоннелей, но по-другому не получится. В целом, все производство работ, связанное с дорогами, оно требует перекрытия, к сожалению, линий. К сожалению, не всегда мы можем организовать комфортное передвижение транспорта и населения, за что приносим свои извинения. Все работы по реконструкции Расторгуевского тоннеля будут завершены до конца текущего года. Учитель начальных классов Фидновской школы номер 10 Елена Касафана стала победителем муниципального конкурса «Педагог-наставник». В финале ей пришлось побороться за почетное звание с коллегами из двух школ и четырех детских садов. В преддверии профессионального праздника мы пообщались с Еленой и ее подшефной. Это переносное значение слов, либо по-другому фразеологизмы. Не только буквы разные писать тонким перышком в тетрадь, учит детей Елена Касафана. Педагог с 10-летним стажем, она помогает менее опытным коллегам постигать тайны профессии педагога. Институт наставничества, конечно, у нас развит. Каждому молодому специалисту мы прикрепляем опытного наставника, потому что, да, люди выходят после учебных заведений профильных, после педагогических колледжей, педагогических институтов, но есть специфические вопросы, методические, психологические, организационные, на которые могут ответить и помочь в этих вопросах именно наставники, которые имеют высшую квалификационную категорию, которые много что прошли, много с какими проблемами столкнулись и могут помочь как раз молодым специалистам. Елена Касафана два года назад стала наставником для Натальи Рыжанковой, пришедшей в школу после вуза. Помощь более опытной коллеги для Натальи была очень важна. Наставничество заключается в постоянном патронировании, ответом на возникающие регулярно вопросы по методике обучения, по оцениванию, различные тоже психологические вопросы работы с детьми. И вот на протяжении всего этого периода мы с Ильей Вячеславовной продуктивно работали. Кроме всего прочего, коллеги совместно принимали участие в различных мероприятиях, что впоследствии сыграло роль в победе на конкурсе «Педагог-наставник». Участвовали во всероссийских, московских конкурсах. Также мы постоянно с ней где-то участвуем в благотворительных акциях. Детей постоянно вывозим на экскурсии тематические, именно по планированию школьной программы. Наталья Рыжанкова закончила Московский педагогический государственный университет. Но даже имея столь солидную базу, на практике сталкивалась с рядом проблем, которые помогала решать наставница. Моменты психологические, то есть как общаться с ребенком, как разрешить какую-то конфликтную ситуацию, как правильно оценить ребенка, особенно в начальной школе, потому что в начальной школе дети более ранимые, дети могут потерять мотивацию, если ты неправильно подойдешь к тем же оцениваниям. И вот эти моменты именно более психологического характера, они вот для меня, наверное, были самыми сложными. Конкурс «Педагог-наставник» проводился в два этапа. На первом необходимо было предоставить максимально полный отчет о проделанной работе и достижениях. На втором – продемонстрировать практические навыки. У нас был открытый урок. Конечно, было тяжело в плане того, что мы только вышли на работу, и сразу надо было дать открытый урок. Наталья Юрьевна подготовила урок, мы подкорректировали, мы проговорили, как лучше. Мы поняли, что мы готовы попробовать участвовать в таком конкурсе, как педагог-наставник. Я была уверена в своей подопечной. И она не подвела. В финале за почетное звание боролись преподаватели из трех школ и четырех детских садов, но почетное звание «Педагог-наставник» получила Елена Касафана. Так держать. В рамках программы «Активное долголетие» люди пожилого возраста занимаются йогой, футболом, скандинавской ходьбой. Интересный метод поддержания здоровья выбрали жительницы поселка Володарского. Несколько раз в неделю они занимаются дыхательной гимнастикой. Возраст – не помеха для занятий спортом. Такого мнения придерживаются участники программы «Активное долголетие». Ослабленное здоровье или болезни суставов жительницы поселка Володарского лечат не только у врачей. С утра во вторник и четверг они собираются на занятия по дыхательной гимнастике. Сначала, конечно же, инструктаж и вводная лекция для новичков. Помимо того, что мы с вами дышим, мы с вами делаем упражнение гимнастику нейропластики. Занятие начинается именно с нейрогимнастики. Такой вид тренировки не только помогает размяться, но и держит в тонусе мозг. Основной принцип – одновременная работа рук, каждый из которых выполняет свое задание. Затем участница переходит к основным упражнениям. Дыхательная гимнастика помогает при борьбе с аритмией и повышенным давлением, а много времени не занимает. На занятия уходит не больше 20 минут. Лидия Николаевна говорит, ну как мы почти все ровесники так. Она говорит, давайте, девчонки, займемся с вами физкультурой. Потому что, допустим, я сердечница, кто-то ревматический, кто-то какой-то. Ну, в нашем годах уже у всех есть болячки какие-то. Вот, поэтому мы согласились. И нам так понравилось. Не то, что мы ходим, мы летим сюда. Впервые на занятии побывала Татьяна Кулагина. Коренная жительница поселка все откладывала поход на гимнастику. Теперь планирует приходить сюда постоянно. Кто не верит, пусть приходят, занимаются. Это действительно одинокому человеку только здесь быть. Это вот просто наслаждение души. Все занятия проходят под чутким руководством Лидии Козлова. И своему тренеру, участнице активного долголетия, полностью доверяют. Лидия Николаевна по образованию врач. Она хорошо знает, какие упражнения давать той или иной женщине. А программу занятий она разработала по собственному опыту. Именно с дыхательной гимнастикой я начала заниматься после того, как я переболела ковидом. Хотя я про дыхательную гимнастику знаю давно. И занимаюсь ей уже несколько лет. На гимнастику в среднем ходит 12 человек. Помимо занятий в помещении, женщины планировали тренироваться на свежем воздухе. И теперь эту идею удастся реализовать. В рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение» Лидия Козлова и секретарь местного отделения «Единой России» Анна Державина подарили участницам занятия «Утепленные толстовки». Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Битное ТВ. На стадионе «Металлург» прошло очередное тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Учащиеся видновских школ сдавали нормативы по легкой атлетике. По наблюдениям сотрудников центра тестирования «ГТО» легкая атлетика стала трудной для сдачи дисциплины у школьников. А чтобы получить золотой значок, и вовсе нужны ежедневные тренировки. Одиннадцатиклассница Любовь Жердева считает самым сложным в сдаче «ГТО» бег на два километра. Учащиеся видновского художественно-технического лицея уже второй год подряд пробуют свои силы. Я стараюсь заниматься, бегаю, занимаюсь. Также занимаюсь танцами, тоже мне это помогает в подготовке. На стадионе «Металлург» собрались старшеклассники видновских школ, чтобы проверить свои физические возможности и сдать один из нормативов комплекса «ГТО» легкую атлетику. Заявки у нас подаются заранее, где-то за два дня до выполнения нормативов. Школы представляют своих детей, естественно, по возрасту, потому что мы смотрим, каких судей на какие дистанции приглашать, у всех дистанций разные. В основном у нас участвуют, конечно, старшеклассники-выпускники, потому что им нужны баллы для поступления. Я смотрела в мои вузы, которые там Ранхикс, МГУ, получается один-два балла. Но это тоже хорошо, потому что иногда это очень помогает для поступления. Ребятам необходимо было преодолеть короткую дистанцию на 30, 60, 100 метров и длинную на 2 и 3 километра, а также челночный бег. С легкой атлетикой похоже. Как-то вот тяжеловато бегают. Короткий еще ничего длинное, не хватает вносливости, так скажем. Но надеемся, с третьего раза, вот сегодня ребята пришли уже третий раз, надеемся, сдадут. Все-таки практика тоже много значит. Уже не первый раз сдаю. Помню, когда в первый раз пришла, мне не хватило только полминуты. Было обидно, но, как говорится, еще раз попробуем. Выпускник видновской школы номер 11 сдал практически все нормативы ГТО на золото. Впереди бег на 3 километра. Я хочу представить просто свои силы, на что я способен. Чисто для себя. Я никуда не хочу поступать, грубо говоря, и показывать, вот я сдал ГТО. Просто ради себя я хочу представить, на что я способен, прежде всего. Выполнить нормативы комплекса в центре тестирования ГТО может любой желающий 3 раза в неделю по предварительной записи. Точное расписание публикуется в социальных сетях учреждения. Также для удобства учащихся сотрудники центра регулярно выезжают в школы округа. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В минувшие выходные сразу в нескольких территориальных отделах муниципалитета прошли Дни поселков. На праздничном мероприятии в развилке побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. В развилке отметили 74 года со дня основания поселка. Праздник прошел на нескольких площадках. Основной упор был сделан на развлекательные программы. На сцене около сквера защитников Отечества прошло представление для самых маленьких. Сказочные персонажи предлагали детям поучаствовать в играх и конкурсах, по итогам которых победители получили призы. На лицах детей и их родителей сияли улыбки, а значит праздник удался на славу. Для детей приятно, мало что бывает, поэтому здорово, что что-то придумали. Вообще все нравится, мы просто только пришли, еще не успели все посмотреть, но в принципе для детей все прикольно. Ну день поселка, праздник классный, но вот такие выступления, ну только для детей. Посетители мероприятия могли проверить себя на меткость в игре дартс. Самые метки уходили домой с подарками. Детям дается 8 попыток кинуть дротики, если они попадают 8 из 8, то забирают любую игрушку. А если нет, то им дается утешительный приз в виде чубачурса. Около библиотеки все желающие могли поучаствовать в творческих мастер-классах, которые подготовили сотрудники Центра досуга Дроздова. С помощью цветной бумаги, клея и карандашей можно было сделать декоративное украшение. Мы здесь делаем браслеты, 3D-браслеты. Там у нас происходит мастер-класс, делают зонтики, а вон там рисуют бабочку, тоже делают интересную, красивую. На стадионе поселка расположился парк аттракционов. Здесь же, когда стемнело, был дан праздничный фейерверк. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.